сегодня 2 марта уже и всех еще раз поздравляю с наступлением весны а также с выходом в ваши сады и огороды и как же сейчас не порадоваться погоде надоел этот ненависть это я вот вставила коротенький вчерашний сюжетик просто чтобы посмотреть вот сколько было вчера снега и как мало осталось его сегодня вчера был день очень солнечный яркий было плохо снимать солнышко мешало и некачественная съемка получилась а сегодня наоборот день теплый но пасмурный поэтому видео получилось более хорошего качества снега в огороде осталось совсем мало и скоро уже придет настоящая весна но я переживаю за вот эти мои молоденькие елочки из посылки сеянцы ведь были морозы довольно сильные в декабре в ноябре когда снега еще не было и у них молоденькая хвоя могла подмерзнуть вот смотрите дальше какая у нас погода сегодня года сейчас такая в харькове на ближайшие дни передали температура ночная еще будут заморозки но через два дня ночные температуры поднимутся до плюс 2 плюс 3 а днем будет от 8 до 12 градусов тепла это есть надежда что весь снег потает а на следующую неделю уже передали что каждый день уже будет ночью плюсовая температура 3 градуса тепла плюс 3 а днем чуть-чуть похолодает будет от 5 до 8 градусов тепла но для марта это нормально я радуюсь что у нас вот уже почти весь снег поставил в некоторых местах много а в некоторых местах вообще его уже нет вот проглядывают растения из-под снега многолетники с утра была солнечная погода а сейчас немножко вот пасмурно дело идет к вечеру а моя елочка вот коника стоит еще наряженная в игрушках и вот видите от такого несоответствия вот корни еще не работают так как земля мерзлая и светит вот несколько дней было солнечных обгорела хвоя ну я никогда не укрываю елку не притеняю ничем у меня три таких коники растет потому что хвоя очень легко потом отрастает вот это вся коричневая хвоя она осыпается она уже не живая она осыпется и взамен вырастает новая зеленая красивая хвоя поэтому нет необходимости укрывать эти елки от солнечных ожогов укрыть можно маленькую елочку но когда у меня выросла уже елка два с половиной метра высотой то это очень сложно это елочки моей 20 лет так вот мои девочки на прогулки ходят за мной чтобы я ждут чтобы я дала им чего-то покушать сейчас я вам вынесу сейчас пойдем еще посмотрим что там за калиткой делается там тоже должно быть уже все потаяло ну вот такая вот разница буквально за одни сутки вчера еще было много снега я сняла видео показала что там в огороде делается а сегодня уже только его остатки но вот эта вот сторона возле забора это у меня южная солнечная сторона поэтому здесь в первую очередь снег потаял а там еще он за деревьями еще лежит вот здесь вот эта дорога проезжая часть вымощена плитами и по ту сторону дороги вот здесь была огромная куча снега трактор когда ехал он счищал весь снег на обочину и с той стороны я еще набрасывала туда вот отсюда снег перекидывала поэтому здесь снега вот вообще уже не осталось и здесь вот видите вчера здесь полно снега было елочки мои только до половину были ну видны а теперь вот уже полностью это не елочки вернее я ошиблась это сосенки которые я получила из посылки из ивана франковска вот эта сосна вот она укрыта хорошо мешком еще потому что это теплолюбивый какой-то вид я прочитала у меня таких сосен нету я решила попробовать и вырастить у себя на участке и посмотреть как она будет зимовать у нас вот можжевельник под снегом еще ну девочки что вы делаете тоже мне сестрички называется это моя старая скважина для воды там стоит насос малыш я его никогда не вынимаю но это получилось теперь как запасная скважина потому что она очень мелкая и замуливается песком и хоть вода и питьевая неплохая вода лет десять наверное пили эту воду если не больше но теперь у меня скважина есть новая глубокая чистая и она не замуливается и стоит там насос глубинный центробежный давай посмотрим что там это крышка ну ничего такого особенно скважина не смогла поднять крышку одной рукой ничего там не увидишь ну и вот мои ирисы вчера были под снегом сегодня уже без снега вот классно как вот хотя бы погода была устойчивая чтобы весна так весна чтобы сильные заморозки не возвращались потому что сильные заморозки могут погубить зачатки цветочных почек то есть они примерзнут и тогда куст вести не будет аж не верится какое все страшное сейчас и какая красота будет летом я вам покажу когда все это будет в цвету и в конец туда я сейчас не пойду ну тоже вот показывают девочки видите вот эта дорожка была только там в начале по ней можно было идти уже по земле до конца лежал смеха сегодня вот уже все потаяло вот мы из грядки с петухами но такое сейчас некрасивая все вон соседка вон на на пригорке соседка что-то вынесла выбрасывает на кучу я говорю такое все сейчас некрасивая просто ужас хочется уже скорее чтобы не было грязи чтобы весь снег растаял чтобы наконец сад заиграл всеми красками радуги этот белый цвет уже надоел уже в окно куда не посмотришь какое окно не глянешь везде все белое в городе еще не так потому что там более все такое разнообразное а здесь за городом это сплошной белый цвет на протяжении всей зимы всем большое спасибо за просмотр этого видео и за комментарии девочки обязательно пишите комментарии хотя бы пару слов напишите потому что если у вас есть свой канал этим вы помогаете развиваться каналу потому что канал считается мертвым если на нем нет никакого движения и поисковые системы ютуба эти каналы не выдвигают на первый план не в похожие видео ну то есть ну другими словами канал находится на задворках и никто ваш канал не увидит если на нем не будет общения поэтому давайте общаться пишите комментарии ставьте лайки или дизлайки что хотите вот ну давайте будем общаться и всем спасибо большое за подписку на мой канал с вами была Тала Хухрянская